Учебный год все ближе, а это значит, что у школ уже практически не осталось времени на подготовку ко встрече с детьми. Чтобы оценить косметическую и функциональную готовность образовательных учреждений к новому учебному году, Управление образования проводит традиционную так называемую приемку, комиссионную оценку, проделанную за лето работы. Готовность школ проверяют представители Управления образования, пожарная служба, нацгвардия. На последних двоих возлагается особая миссия – проследить, чтобы помещения и территории образовательных учреждений были полностью безопасны для детей. К учебному году готовы. Рапортовала директора лицея номер один Любовь Белик, встречая во дворе образовательного учреждения комиссию. Первый лицей – пример для многих. К внешнему виду рекреаций и кабинетов здесь подходят основательно. Ведь обстановка влияет и на психологическое состояние детей, а как следствие и на учебный процесс. В прошлом году здесь решили, что запрещать детям играть с телефонами нерационально. В первую очередь необходимо создать места для альтернативного времяпровождения. И таким местом стала зона для чтения. На 1 сентября, вот это всё будет уже второй год, мы выкладываем книги и делаем такие зоны отдыха. Пол, стены, потолок, читальные зоны в этом году полностью обновились. На стендах, обещает директор, появятся не только книги, но и развивающие игры и кубик Рубика. В фойе установлены большие столы с шахматами и шашками. Всё это создаёт особый микроклимат, располагающий к живому общению. При том, что лицей за это лето принял более 300 учащихся в рамках сдачи государственной итоговой аттестации, провёл смену летнего лагеря, как утверждает руководитель лицея Любовь Белик, если бы 1 сентября было завтра, школа без проблем открыла бы свои двери. В этом большая заслуга коллектива, говорит она. Ремонт у нас в этом году, наверное, немножко особый, потому что наша идея о том, что кабинеты технологии должны быть наряду с физикой и математикой ведущими у нас в лицее, в этом году нам удалось воплотить. Потому что мы хотим, чтобы наши кабинеты технологии не отвечали задачам и ремесла, потому что каждый мужчина должен уметь обращаться и с дрелью, и с молотком, и с другими принадлежностями, скажем так, мужских золотых рук. Мы хотим, чтобы наши дети знали и ремесло, и чтобы наши дети знали и высокие технологии. Поэтому наши кабинеты технологии, они совмещают одновременно и ремесло, у нас все работающие станки, и слесарная, и столярная мастерская, и у нас ещё развивается направление, которое называется робототехника. Комиссия отметила хорошую антитеррористическую защищённость школы, а также осматривая территорию, творческий подход, который здесь проявляют, создавая ландшафт. Клумбы – это опытный участок, где дети знакомятся с основами аграрного дела. Курирует этот цветочный рай озеленитель Полина Рудомаха. Хотелось, чтобы красиво было, чтобы родители, считай, будут приходить. И мне приятно, когда школа красивая наша. В объективе внимания комиссии не только школы, ведь лето – период ремонтов и в детских садах. Детский сад «Золотой ключик» недавно отпраздновал своё пятилетие. Ответственно подходя к этому объекту, руководству удалось содержать его в идеальном состоянии. И осмотр комиссии констатировал этот факт. В этом году мы уже вторую неделю проводим приём образовательных учреждений, которые по всему району. Завтра мы завершаем эту программу. Больших критических замечаний со стороны комиссии не было. Есть такие некоторые замечания, которые в процессе до 1 сентября, я думаю, будут устранены. Не будет устранены, а будут устранены, как говорится. И поэтому я думаю, что мы новый учебный год проведём с достоинством. 80 образовательных учреждений, школ, садиков дополнительного образования объехала комиссия. Итогом этой проверки можно считать фразу «К новому учебному году готовы все». Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События». Игорь Ванчугов, программа «События».